Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 28 марта и давайте посмотрим, что у нас сегодня с утра происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Вчера пара евро-доллар в первой половине торговой сессии обновила локальный максимум, дошли до уровня 1.2475, но уже к концу дня мы опустились до уровня 1.2372. На текущий момент тенденция восходящая сохраняется, отмена восходящего сценария произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже уровня 1.2370, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. По продолжению роста цель остается прежней, это движение в области 1.2640. Пара британский фунт-американский доллар также вчера во второй половине торговой сессии корректировалась, дошли до уровня поддержки в области 1.4068. Пока пара торгуется выше данного уровня, основное направление также остается восходящим с целями роста до 1.4351. В том случае, если сегодня пара сможет обновить локальный минимум, то есть уйти ниже уровня 1.4065, то в этом случае мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент также продолжают свое нисходящее движение. Цели по снижению это область 1.2740, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальной значении вчерашней торговой сессии, которая зафиксирована на уровне 1.2902. Если пара сможет закрепиться выше данного уровня, то вероятно отмена нисходящего сценария и переход вновь к росту американского доллара против доллара канадского. По паре американский доллар и японская иена восходящая тенденция, которая у нас началась на этой неделе, сохраняется. Ближайшие цели роста это движение в область 1.0688, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальной значении вчерашнего дня. Это область 1.0531. По паре австралийский доллар и американский доллар у нас сохраняется боковое движение с ориентиром на укрепление. Ближайшая цель роста это обновление максимальной значения, которые были 21-22 марта и последующие движения на 79.31. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если мы увидим пара австралийский доллар и американский доллар ниже уровня минимальной значения вчерашнего дня. Это 76.74. Если австралийцу удастся пробить данный уровень, закрепиться за ним, то в этом случае вероятно продолжение нисходящего движения и отмена восходящего. По паре евро-фунт сегодня с утра мы торгуемся уже ниже минимальной значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 87.44. В данном случае мы можем ожидать завершения уже той коррекции, которая была не так долго и продолжения снижения евро по отношению к британскому фунту с целями снижения до 86. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашней торговой сессии на уровне 87.96. Золото вчера смогло закрепиться ниже минимальной значений, которое мы видели 27 марта. Это уровень 1343 доллара за тройскую унцию. И с текущих уровней мы можем также уже ожидать начало коррекционного нисходящего движения. Цели по снижению это область 1306. Ну а возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если увидим обновление максимальной значений 26 и 27 марта, которые были зафиксированы на уровне 1356. Нефть марки Brent вчера также к концу торговой сессии смогла закрепиться ниже минимальной значений, которое мы видели 26 марта, что в рамках текущей ситуации переводит нас в фазу нисходящего движения. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже уровня 71. Ровно максимальные значения, которые были зафиксированы 26 и 27 марта. По индексу DAX вчера мы увидели обновление максимальных значений, которые были зафиксированы 26 марта, что в рамках часового таймфрейма нас также переводит в фазу восходящего движения. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше минимума вчерашнего дня. Это уровень 11800. По биткоину коррекция продолжается. Ближайшие цели это область 7500 долларов за один биткоин и дарит снижение до 7145. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы видим закрепление выше максимальных значений вчерашнего дня на уровне 8215. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok